Константа это постоянная величина, которая задается лишь один раз и не может впоследствии изменяться. Она очень похожа чем-то на обычную переменную, которая определяется в самом начале программы, но впоследствии ее нельзя присвоить никакому другому значению. Она как была объявлена, в данном случае определяется следующим образом. Сначала ставим define, затем наименование константы и потом ее содержимое. Как мы ее задали, текст, допустим, впоследствии в эту константу bo присвоить другое значение, например текст 2, уже не получится. Она будет всегда содержать текст. Кроме того, в PHP принято именно констант всегда задавать в верхнем регистре. На самом деле можно задавать их не только в верхнем, но и в нижнем регистре. Но, чтобы уже точно было понятно, что это именно константа, лучше всегда ее задавать именно в верхнем регистре. Работают константы в разных версиях PHP по-разному. Например, в ранних версиях PHP 5.3, 5.4 нельзя было задавать массивы. В более поздних, 5.6, наверное, я точно не помню, но все седьмые версии PHP, там уже появилась такая возможность. И это касается не только массивов, но и многих других параметров. Например, во время объявления константы выполнять вычисления. То есть не во всех версиях это возможно. Поэтому лучше сразу задать конкретное значение, а потом уже, если и нужно, то вычислять. Есть еще один такой момент, чем отличается все-таки определение константы define от const. На самом деле отличий достаточно много. Главное отличие в том, что в define можно еще использовать какие-то переменные. А в константах этого делать нельзя. По крайней мере в ранних версиях в PHP точно. Вот мы сейчас будем программировать на PHP 5.3. А там можно только через define задавать переменные в константу. Какие еще типы можно использовать в константах? Ну, во-первых, это текст доступен. Потом числа можно здесь же объявлять. Булевые значения. И так далее. В общем, все кроме массивов и объектов. Итак, давайте посмотрим, как они работают. Допустим, у меня в атоме есть какое-то число π. В математике оно равняется 3,14. Ну, это приблизительно, если округлить. Вот. И, соответственно, вывести на экран можно с помощью вот этого оператора вывода π. То есть, как видим, здесь знак доллара ставить уже не нужно. Здесь, как мы ее объявили, так она и будет впоследствии использоваться. Давайте посмотрим, что у нас сейчас отображается. Вот. 3,14. Можно к этой константе впоследствии добавлять свои выражения математические. Либо объединять стройки и так далее. Ну, допустим, сделаем π плюс 1. Это будет 4,14. Вот. 4,14. То есть, с константами можно сделать все, что угодно, но впоследствии ее изменить уже нельзя будет. То есть, вот это, вот такое выражение задавать нельзя. Просто выскочит ошибка. Вот. Еще что можно сюда задавать. Чаще всего это какие-то данные для подключения сайта к базе данных. Эти данные никогда не меняются в процессе работы сайта. Вот. В крайнем случае, программист сам может их изменить. Это в очень-очень редких случаях. Либо создать какую-то свою программу, которая бы изменила файл, где хранились бы константы. Вот. И потом подключаться к этому файлу и потом подключаться к базе данных. Вот. Вариантов использования достаточно много. Вот. И вот здесь мы указывали какое-то значение. Обычно мы в строке указываем элемент массива. Если бы мы не задавали в кавычках это значение, то мы бы как раз использовали значение константы. Из-за чего весь код может немного работать медленнее. Вот. Ну, в принципе, я сильно не буду останавливаться на этой теме. Она используется очень редко. Но вообще, знать все-таки стоит, что такие константы существуют. Что их можно вот таким образом объявлять, задавать и использовать. Вот. Давайте еще посмотрим, какие есть волшебные константы, встроенные в PHP и которые задавать не стоит. Но которые можно еще и использовать. Во-первых, хочу сразу отметить, что есть два таких нижних подчеркивания. Задавать свои константы с двумя такими подчеркиваниями не рекомендуется. Потому что если впоследствии в PHP введут свои константы и они будут такими же, как и вами заданные, то, в конце концов, есть большая вероятность того, что ваши константы перестанут работать. Поэтому лучше использовать без двойных подчеркиваний. Ну, чтобы не было никаких пресечений с системными константами. Итак, есть текущий номер строки в файле константа. Давайте посмотрим, как она работает. Можно просто вот здесь вот вывести эту константу, лайны. И посмотреть, что в итоге получится. Так, мы видим цифру 4. Если посмотрим на исходный код, то увидим, что мы вывели сейчас эту константу на четвертой строке. Если мы ее выведем пораньше, допустим, на второй строке. Вот, обновим браузер и увидим, что отобразилась цифра 2. Ну, сейчас ошибка вылезла, что у меня хедер объявлен после того, как я отобразил информацию в браузер. Вот, по идее, этого, конечно, делать нельзя. Вывод должен всегда идти после хедера. Ну, вот так вот ошибок не будет. Если я ее перемещу ниже, то у меня отобразится тройка. Ошибка на тройке. На третьей строке, допустим, можно сделать функцию, написать. Что еще есть из констант интересного? Ну, допустим, полный путь и имя текущего файла, в котором вызывается константа. Давайте тоже посмотрим. Файл. В принципе, это можно уже закомментировать. Это нам тоже не понадобится. Так, вот мой полный путь к исполняемому файлу php. Эта константа возвращает полный путь, где я ее и указываю. Дальше есть константа dir. Ну, по сути, то же самое, что и файл. Только в конце не будет указываться index.php. Давайте посмотрим, как она работает. Вот видите, здесь index.php. Я обновляю браузер, и у меня теперь в конце будет только 3w, без слэша. Вот. И еще одну давайте рассмотрим функцию, имя функции. То есть, если мы сейчас ее здесь отобразим, то никаких изменений мы не увидим, потому что сейчас никакая функция не вызывается. Но давайте попробуем сейчас написать какую-нибудь небольшую функцию. Не важно, как она называется. Вот. И здесь мы ее как раз и выведем. Просто наименование этой функции. И вызовем. Вот здесь. То сейчас мы как раз ее увидим, наименование функции. Вот. fgh. Именно эту функцию я и вызвал. То есть, где находится вот эта константа, там она и имеет свое значение. Вот. Но на самом деле, если вы заметили, она как таковой не является константой. На самом деле, это больше относится к переменам. Потому что именно они умеют менять свои значения. Вот. А остальные константы, которые здесь заданы, вот мы про классы, про методы еще не проходили. Вот. Это вас ожидает в будущем. Так что смотрите дальнейшие уроки. Вот. И на этом все.